Вывоз отходов из столицы стал предметом споров и взаимных упреков. Муниципальные советники от ПДС обвинили городоначальников в бездействии и отметили, что до сих пор лишь 8% отходов направляются на переработку, а 90% мусора попадает на Ценцаренский полигон. С другой стороны, Иоанн Чабан заявил, что советники лишь пытаются продвинуть интересы частной фирмы и добиваются ликвидации муниципального предприятия «Аутосалобритаде». Ежегодно муниципи производят больше 200 тонн отходов и в настоящее время только 7-8% перерабатываемых отходов сортируются и направляются на дальнейшую переработку. 90% мусора попадают на полигон в Ценцарены. Чтобы сортировать твердые отходы, фракция партии «Действия солидарности» ранее предложила заключить частно-государственное партнерство и привлечь частную компанию. Обеспечение сортировки твердых видов отходов посредством подписания контракта на сортировку заключения соглашения с частной компанией. Однако мэр Иоанн Чабан, как и его команда, ничего не предприняли в этом вопросе. В свою очередь, мэр Кишинева обвинил фракцию ПДС в попытке обанкротить муниципальное предприятие «Аутосалобритаде», ответственное за вывоз мусора. Они специалисты во всем и ни в чем конкретно. Пытались продвигать различные схемы и обеспечить протекцию частной фирме. До сих пор стремятся к рейдерскому захвату предприятия «Аутосалобритаде», единственному авторизованному предприятию для сбора и вывоза отходов из Кишинева. В настоящее время все отходы вывозятся на полигон, расположенный в селе Ценцарены на Ваненского района. В прошлом декабре контракт с местной мэрией был продлен еще на три года. При этом Кишинев обязался отремонтировать местные дороги, обустроить спортивную площадку и построить там защитное сооружение. Власти также приобрели компактор для поддержания полигона.